С 9 по 14 февраля на модных практиках будет проходить голосование за участников розыгрыша швейных машин. Проголосовать за участников вы сможете по ссылкам под этим видео. Итоги голосования мы будем подводить 15 февраля в 15.00 в прямом эфире на канале «Модные практики». Просьба поучаствовать в этом голосовании. Добрый день, вы на канале «Модные практики». Напоминаем, что у нас видео выходит каждый день. Сегодня с нами Леонид. Здравствуйте. Сегодня с нами Леонид, и мы шьем шарф из натурального меха. Перед нами пластина кролика. Да, приготовленная под шиншиллу сделана. Из 9 штук кролика она у нас. Поэтому мы сейчас будем их между собой делить. Смотреть по рисунку, как у нас это будет складываться. Потому что нам здесь нужно будет выделить, Ирина Михайловна, белое. На самом деле мех любят все, да? Ну, конечно. А если мы не можем купить себе, допустим, шубу или шить, то, допустим, мы можем сделать себе уникальный, очень шикарный шарф из натурального меха. У нас очень холодные регионы есть в нашей стране, и такой шарфик пригодится. И вот как раз получается, что у нас длина метр двадцать. Если мы его делим, будем делить пополам. То есть у нас ширина шестьдесят. Мы делим пополам, у нас получается тридцать уже, Ирина Михайловна. И два сорок длина. Ну, у нас здесь чуть меньше, чем метр двадцать. Ну, у нас будет, может быть, метр пятнадцать. Может быть, наш шарф будет в длину два тридцать. Потому что у нас будет одна половина, а к ней в длину пришита другая половина. И можно будет вот так вот азаматываться. Уже знаешь, сколько желающих на шарф там в очереди у нас стоит? Ну, его удобно как раз делать тем, что вы накинули на себя. Он впереди полностью, практически закрывает вас. То есть это на любую вещь вы накидываете его. На любое пальто? Да. Любого цвета приобретайте себе пластину и делайте шарф. А сегодня у нас занятие практическое. Потом мы не должны разговаривать, а должны работать. Да, показывать вам, как это делается. Сначала надо выровнять края. Нет, мы сначала выровняем центр. А, поняла. А от него уже будем мы играть относительно края. О, слушайте, мастеры. Да, вот здесь мы делим... Не слушайте меня. Здесь мы делим, нам нужно проткнуть ровно на середине. Именно белого. Чтобы нам разделить таким образом, чтобы часть... Это же все-таки под шиншиллу как бы сделано. Нам оставить край хотя бы чуть-чуть белого. И здесь мы, если будем выравнивать, здесь тоже самое будет. И вот я делю его. Видите, таким образом центр. Ну, он немножко неровненько. Ну, как будет попадать. Ну, неважно. Неважно уже, да. Но мы практически пытаемся... Видите, я вот делю ровно на середины белого. И вот втыкая иголочки. Мы распределяем. Я бы... У меня же опыта такого нет, работать с центральным метром. Я бы разделила пополам сантиметровой лентой, отрезала как придется. Нет, ну, это... Уже надо рисунок. Тут же есть рисунок. Если бы он был гладкий без рисунка. Вот шиншилл. Поэтому я же говорю, не слушайте меня, слушайте Леонида. Да, и я отмечаю вот те места, где я проколол. Как раз нашел центр. Видите, вот иголочка. Мне надо именно где она вышла. Видите, не где куда, а вот именно где вышла. И вот у нас уже есть середина. Здесь середина. Здесь середина. И вот практически мы сейчас возьмем линеечку. И будем отмечать так, как наметили. Все, вытаскиваем иголочки. Все с одной стороны, Ирина Михайловна, просто. Просто нужно знать как. Ну, все приходит с опытом. Не сразу, конечно. Да, а я знаешь, почему обратилась в взор на пластины? Очень много сейчас продается пластин. Я была в Москве. И была в специализированном магазине. Такие красивые цвета и под леопардов, и под шиншилл, и там под стриженые норки, и там ведь и козлики всяких цветов. А эти кролики, так это их во что только не красят. И нереально голубые, и апельсиновые, как мы шили. И черные, и белые, и черно-белые, и под ягуара, и там под кого только. Очень красивые, поэтому хочется их брать и делать. Очень красивые цвета. Вот, Ирина Михайловна, вы правильно подчеркнули. В нашей молодости этого не было в свое время. Вы же помните прекрасно. Конечно, у нашей молодости была черная шуба каракулевая, и коричневая, и норковая, и все. И все. Так, ну тут у нас немножко кончик. И то ее ни у кого не было. Да, у нас это так было точно. Так, у нас тут немножко, видите, получается смещение. Не важно, а мы ровно что-нибудь проводим. Нам же нужно ровно, да. Поэтому я хочу так, чтобы оно было ровненько. Да, когда вот такую неровную линию мы пытаемся с изнанки ровно прорезать, мы, конечно, подогнали под эту линию. Но, тем не менее, мы не можем полностью там выводить вот так рисунок, как там у нас линия идет. Да, потому что у нас рисунок сам на самой шкуре, понимаете? Поэтому мы должны как-то немножко и его придерживаться. Ну вот, Ирина Михайловна, все пополам мы разделили. А теперь уже мы можем разделить и посмотреть, как оно получилось. Давайте режем. А потом будем уже заниматься краями. Как Леонид режет это вообще? Ну. Представляю, сколько надо научиться, сколько надо резать, чтобы так научиться резать. Это как я с ножницами. Я всегда говорю, я карандашом рисую линию или мелом. Ну, кривые, кривые, косые. А когда я беру ножницы, как-то у меня что-то там внутри меня рождается, я режу идеально. Ну, потому что вы ножницами уже последнее, что делаете, это как раз отрезаете. И поэтому вы уже это делаете ровненько. Ну, я же всегда говорю, что кто-то родился в руках там с карандашом или ручкой, а я с ножницами. Ну, каждого свое. Ой, ну вы посмотрите, какой будет обалденный шарф. Ну, мы его сейчас уже раскроем. Очередь желающих стоит на шарф там уже. Там уже стоит очередь желающих. Все кричат мне шарф, все кричат нет мне. Но это мы еще посмотрим, вдруг самим еще пригодится. А мы сейчас это и увидим. Мы как раз его раскроем. И потом, хорошую вещь зачем отдавать другому, когда можно оставить себе? Нет, ну, если она подходит и нравится, то это... Вот и все. И у нас теперь уже две половины шарфа. Вот, видите, беленькая здесь неплохо осталась. А на этом мы сейчас тоже будем смотреть. Вот, и здесь есть немножко ветер. Все хорошо у нас получилось. Теперь будем выравнивать. Вот эти три стороны надо привести в порядок, да? Да. Ну, у нас здесь как раз получается, Ирина Михайловна, нам же выровнять надо ровный шарфик. Мы же не можем, чтобы у нас... А-а-а, ты чего, нам надо ровно? Значит, мы сейчас должны найти ту толщину, вот самую... Ширину. Ширину, да-да-да. Вот, 27, видите, здесь получается. Все-таки у нас... Вот даже здесь чуть меньше. Ну, 27. 27, 27. И вот хотим, мы не хотим. Этот рисунок, видите, здесь, который с краю... Не сохраняется. Не весь сохраняется, да. Но мы будем придерживаться, конечно. Я отмечаю, 27. Потому что это у нас же ровная часть, и мы от нее можем уже как бы стрелять. Правильно, Ширина Михайловна? Что мы отрезали? Также здесь 27. Это же шкурка, она же немножко гуляет, поэтому лучше три отметочки дать, чем... Модные практики стремятся к разнообразию не только во внешнем виде нашего гардероба или к приобретению чего-то нового, созданию, но также мы стремимся к разнообразным подходам в знаниях. Вот, чтобы вы, ну, хотя бы имели представление более широко, как это сделать, как это. И так тихонечко мы дошли до джинсов, до натурального меха. Ну, и будем все остальное, что будет нравиться и нам. Потому что... Если оно красиво, Ирина Михайловна, оно красиво будет. Знаешь, когда красиво вообще любое, когда оно профессионально сделано. Ну, еще ж оно должно идти к тому человеку. А если хоть идет, не идет, если оно не профессионально сделано, извини меня. И вот мы как раз вот это все лишненькое стараемся срезать. И у нас теперь будет ровно. И так же здесь. На самом деле, немного надо, ну, как сказать, времени на изготовление такого шарфа. Но мы, конечно, будем шить на скорняшке. Но кто не будет шить на скорняшке, ручным стежком прекрасно вы справитесь. А вспомните, сколько стоят готовые изделия. Да там вообще сразу цена в разы вскакивает. Только от того, что там оно меховое. Ну, к примеру. Ну, да. Или так называемое итальянское. Ну, там же за фирму уже платится. Поэтому край я срезаю. Немножко, конечно, мы так рисунок, ну, как бы... Уже здесь на рисунок мы не смотрим. Мы смотрим на то, чтобы привести в порядок край. Чуточку тут. Да, вот эти не выбрасывайте. Они пригодятся, эти кусочки. С ними можно каком-нибудь декор сделать. Вот, Ирина Михайловна, половиночка у нас уже есть. А края мы же еще не обрезали. Нет, края мы сейчас тоже обрежем. Ну, мы-то угольничек возьмем, наверное, сейчас. Давайте. Да. Потому что с ним лучше это делать. Я прямоугольники не беру. Я доверяю своему глазу больше, чем прямоугольнику. Ну, видите, я ему тоже доверяю глазу, но... Мне кажется, у меня идеальный глаз. Я точно вижу прямой угол. Ну, лучше, если есть возможность взять его угольничек. Это, думаете, что я сегодня так развеселилась? Объясняю, потому что я не работаю. Потому что я не работаю, развлекаюсь, смотрю, как другие работают. Прямо нравится мне. Прямо мне нравится эта ситуация. Прямо нравится. Думаю, какая прелесть. Да, когда сидишь и наблюдаешь за работой. Вы представляете, какой будет шикарный шарф? Вот мы его. И выровняли. Вот, Ирина Михайловна. Ну, режем, давай, режем. Вот так. Немножко шкурки тонковатенькие. Как бы кожевая тоненькая вежется. Неважно. Важно, что мы будем красивые. Ну, шиншилла аж украшала. Поэтому... А здесь как раз этот кролик-рекс, он под шиншиллу. Поэтому сделан. Мне ко всем моим нынешним пальто этот не подходит. У меня черного пальто нет. У меня есть темно-синяя, черничная. Я думаю, какая плошка. Прямо хоть берешь ей себе черное пальто. А может, мы просто найдем другого? Крулика-рекса. А, нет, я думала, другого желающего заполучить наш шарф. Желающих полно. Я у тебя уже открыла секрет. Желающих полно. А теперь, смотрите, выровняли один кусочек. Смотрите, какой он идеальный получился. А я вот смотрела готовое пальто. Такие кашемировые шерстяные пальто. Там вот такой воротничок пришит из кролечка. Раз уже там на 30 тысяч дороже. Думаю, ничего себе народ. Как оценивает себя. Смотрите, сейчас за камерой точно так же мы выровняем вторую половинку. Выровняли оба кусочка. Теперь оба выровняли. И сейчас нам Леонид расскажет, как обратить внимание на направление ворсок, ну, чтобы уже соединять в единый шарф. Вот направление здесь меха, которое мы вот разрезали, сделали из две половины шарфика у нас. Направление у нас идет вниз. И соединять мы будем сверху, вот здесь, Ирина Михайловна. Практически вот так. И все. И у нас совпадают все наши линии. Ветер попадает. И, соответственно, будет вот так у нас красиво шарфик. Вот я и думаю, зачем же такой шарф кому-либо дарить? Давай посмотрим, как у нас будет. Вот так мы будем соединять, да? Да. Ага. А сейчас что мы будем делать? А сейчас мы будем брать скотч. Для того, чтобы под скорняшкой машинки нам шить, нам нужен скотч. Вот он у нас. А смотри, вот так вот мы будем сейчас соединять. Нам же скотч с одной стороны клеить или с двумя? Нет, лучше с двух. Потому что мы закрепим эту часть и ту, и вторую. Вот примерно 0,5 миллиметров мы от края берем шва. Это предохранит от растяжения во время шитья. Да, и как раз будет жесткость для заправки меха. Понимаете? Мы вот взяли его, видите, под машинку. Ага, понятно. И он удобен. И для... То же самое, если мы будем шить вручную. То же самое, Ирина Михайловна. Вот, пожалуйста, запеем. Удобнее шить вручную, когда более жестко. Русский край. А потом оторвал и все. Умно. Ну так, вы же тоже применили ее не просто так. Для кроя своего, Ирина Михайловна. Поэтому и я нашел, как его применить лучше. Так, это у нас для соединения между собой. А теперь нам нужно полностью по кругу пройти. Мы используем для пришивания ленты репсовой. Потому что у нас будет вот такая подкладочка. Смотри, какая будет у нас красивая подкладочка. Она вот такая вот в цветочек малозаметный. Покажите, какой цветочек. Это у нас такая есть подкладка. Она вискоза с шелком. Вон какая красивая. Вот цветочки видны. Ну мы взяли гладкую, скажите, Ирина Михайловна. Нам не понравится. Но она жесткая. Нам надо красиво. Мы так не можем. И поэтому... И также нам понадобится репсовая лента. Мы покажем. Подкладочка пусть пока лежит. Да, видите, я ровненько на столе раскладываю. Видите, ленту. Вот так, как мне удобно будет шить. Это и легче, и проще. Поэтому я вам показываю те нюансики маленькие, которые удобны для работы под скорняжной машинкой. Поэтому... И продолжаем так же, Ирина Михайловна. Берем так, как нам удобно. На столе у нас ровненько все лежит. И мы так же его здесь. 5-7 миллиметров до края, неважно. Ну, чтобы удобно было заправить мех. Весь принцип. Чтобы жесткая часть была. Мы рассчитываем уложиться в два урока. Рассчитываем уложиться в два урока, чтобы показать вам всю работу по изготовлению вот такого шарфа. Так, и так же здесь, с этой стороны мы сейчас. Мы с Леонидом уже сработали. Здесь мы же курс написали. Мы же курс написали. Нам так нравится наш курс. Мне кажется, у нас очень хороший курс мы сделали. Ну, самое главное... Потому что я сама получила удовольствие от этой работы. Ну, вы же все время делали пальто. Да, я же пальтовый мастер, и не шубный. А если я шила, в основном искусственный мех. Так, ну, вторую мы сделаем за камерой. Вторую за камерой проклеим. И мы перешли на скорняжную машинку. Вот я заправляю мех. Очень удобно с вот этой лентой. Ну, то есть скотчем, так называемым. Вы можете спокойно держать. Видите, вот я показываю вам, что у меня направление... Вот я спокойно могу держать. Он у меня не гнется, не тянется. Очень удобно. Все как удобно, как должно быть. Краюшечек я беру прищепочку свою. Видите, у меня практически оно уже тут садится. Ну, конечно, будет садиться. Мы же замеряли. Ну, да. И вот я мех заправил. Иголочкой, чтобы лучше его выпрямить. Сделал движение. И нажал на педальку. И поехали. Следующее дальше точно так же. Доходим. Выравниваем. И сшиваем. Видите, если не было бы у нас этого скотча, Ирина Михайловна, то мы сейчас бы очень долго заправляли, но нам было бы неудобно. А так... У нас, видите, оно все рядышком. Я снимаю прищепочку и перехожу. Вот, Ирина Михайловна, уже готова. Да, шовчик готов. Мы его должны вот так расправить, да? Да, да, да. Давайте вот эти скотчи снимем. Да, пожалуйста. Скотчем мы сохранили от растяжения. И удобно было пришивать за счет этого скотча. Вот теперь мы понимаем, как будет выглядеть наш шарф. Давай немножко поправим шов. Давайте. Сейчас мы вот так его раз. Не надо там долго-долго его тереть, а просто ножничками. Вот так вот сам чупон чуть-чуть получше улегся. Итак, наш шарф готов. Теперь мы видим, как он будет выглядеть. Я вам сейчас покажу. Вот теперь вы можете видеть, как будет выглядеть наш шарф. Можно выносить вот так вот на какое-то пальто. Можно где-то вот надеть на теплое платье. Можно будет вот так вот, я думаю, что можно будет вот так вот замотаться. Прекрасно себе, если попасть в холодную где-то погоду, да? Да, прекрасный шарф. На следующем занятии мы с вами пришьем к нему подкладку. А сейчас мы с вами будем прощаться. Надеюсь, что вот эти два занятия, которые мы вам даем, пройдут небесследно. Многие обратят свой взор на натуральный мех. Конечно. И на этом мы с вами прощаемся. Будьте разнообразными. Ставьте лайки, делитесь нашими видео в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписан. Будет очень интересно. Всего хорошего. С вами были мы, Пауштарина Михайловна, Леонид. И вся наша команда. До свидания.